В эфире информационная программа «Пульс города» в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. На прямой линии глава регионального Минздрава, задая свой вопрос министру Перетрухину. Пели-плясали, старались удивить жюри. В Кандалакше прошел первый этап отбора участников на областной фестиваль замещающих семей. 5.0. Детский сад «Лесок» отмечает полувековой юбилей. Скорая помощь спешит на вызов, значит, нужно уступить дорогу. Но сегодня об этом кандалакшским водителям напомнили сотрудники ГИБДД. В эти дни в Мурманской области проводится профилактическое мероприятие «Маячок», и наш город не стал исключением. Сегодня по городским дорогам промчалась карета скорой, но не одна, а в сопровождении инспекторов ГИБДД. На этот раз медики не спешили на помощь к пациентам, а проверяли, насколько внимательно относятся к их работе водители. Профилактическое мероприятие «Маячок» направлено на повышение дисциплины участников дорожного движения и предупреждение дорожно-транспортных происшествий. Главная задача таких рейдов – еще раз напомнить водителям о необходимости предоставления права преимущественного проезда автомобилям специального назначения, которые спешат оказать помощь гражданам. Сфера здравоохранения – одна из самых острых и горячо обсуждаемых тем в нашей стране. Таковы результаты последних социологических опросов. Впрочем, у северян появилась возможность оперативно решить все свои больные вопросы. Уже в эту пятницу глава регионального Минздрава выйдет на прямую связь с жителями региона. Газета «Мурманский Вестник» организует прямую линию с министром здравоохранения Мурманской области Валерием Перетрухиным. Завтра, 17 февраля, в пресс-центре официального СМИ регионального правительства главный медик Заполярье ответит на вопросы северян. Основные темы разговора – здравоохранение Мурманской области, в том числе оказание амбулаторной акушерско-гинекологической помощи и неотложной амбулаторной травматологической помощи. Задать свой вопрос министру жители области могут по телефону в Мурманске 23 12 60. Сделать это можно будет в период с 11 до 12 00. Оставить вопросы также можно в комментариях к публикации в группе Мурманского Вестника ВКонтакте. 17 февраля одно из дошкольных учреждений Кандалакши отметит полувековой юбилей. 50 лет назад, в феврале 1967 года, впервые распахнул свои двери детский сад номер 15 «Лесок». Сегодня это детский сад компенсирующего вида. С 1993 года здесь осуществляется квалифицированная логипедическая помощь детям с тяжелыми нарушениями речи. Благодаря опыту, профессионализму и стараниям всего коллектива, за 2-3 года посещения ребенком детского сада удается добиться значительных результатов в преодолении речевых барьеров. Это достигается за счет слаженного взаимодействия всех специалистов, работающих с детьми. Особое внимание здесь уделяется физическому здоровью детей. Прямо в учреждении по назначению врача им проводятся различные оздоровительные процедуры. При необходимости с малышами работает и психолог. В каждой группе есть свой логопед. Также у воспитанников детского сада «Лесок» есть возможность в свободное время заниматься на тренажерах. Мальчишки обожают такие физические упражнения. А девчонки, как и 50 лет назад, с недетской серьезностью хлопочут на кухне, ходят в магазины. Вот только за несколько десятилетий кухни и прочие принадлежности стали выглядеть совсем реалистично. Как у взрослых, только меньше. Сегодня 15-й детский сад посещает 78 маленьких северян. Своих детей сюда приводят не только жители центральной части города, но и других микрорайонов и даже близлежащих поселков. А это значит, что за 50 лет учреждение наработало не только немалый опыт, но и большой авторитет среди родителей. У замещающих семей Мурманской области скоро появится возможность продемонстрировать свои таланты, встретившись на большом ежегодном фестивале. Мероприятие проводится в региональном центре уже второй год, и для того, чтобы стать его участником, необходимо пройти отбор на уровне муниципалитета. Фестиваль замещающих семей состоится в Мурманске уже в марте и продлится всего один день, а не два, как в прошлом году. В связи с этим и количество его участников будет значительно меньше. На каждом этапе всего по одному представителю от муниципалитета. Сегодня в Большом концертном зале музыкальной школы состоялся первый конкурсный отбор его участников. Мурманске в Большом концертном зале музыкальной школы состоялся первый конкурсный отбор на уровне муниципалитета. Сегодня ребята покоряли жюри танцами и песнями, стихами и прозой, даже игрой на фортепиано. И пусть отправиться на областной конкурс удастся лишь исполнителям лучшего номера, самоучастие в муниципальном этапе дает семьям многое. Во время репетиции у нас семьи общаются, дети начинают дружить между собой, наши детки. Они много опыта получают во время репетиции, во время подготовки конкурса, ну и во время участия они, конечно, победители муниципальных этапов. Они имеют возможность стать призерами и дипломантами областного фестиваля, замещающих семей. Завтра и послезавтра в Кандалакше также будут проходить конкурсные отборы, но уже по другим направлениям – прикладному творчеству и спортивным состязаниям. Победители всех трех направлений и будут представлять наш муниципалитет на фестивале в Мурманске.